Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны, поздравляем вас с Днём Космонавтики. Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе. Эти слова российские космонавты Олег Артемьев и Антон Шкаплеров записали на борту Международной космической станции, которой, к слову, в этом году исполняется 20 лет. Повод известен во всем мире. 57 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос, да еще и с орбитальным облетом вокруг Земли. Ну и, конечно, сказал свое знаменитое. За это время человек вышел в открытый космос, побывал на Луне, орбитальный телескоп Хаббл заглянул в прошлое на миллиарды лет и увидел первые во Вселенной галактики, а космические зонды добрались до самых дальних планет Солнечной системы и даже до области гелиопаузы. За больше чем полвека ученые научились использовать враждебный космос на благо общества. И настоящими мастерами в этом деле стали сотрудники Центра спутникового мониторинга окружающей среды при Институте автоматики и процессов управления ДВО РАН во Владивостоке. За последние годы они начали тесно сотрудничать с Роскосмосом по ряду вопросов. Мы создаем различную для них продукцию, ну совместно. В частности, например, был запущен спутник «Метеор» российский, и надо было его очень аккуратно откалибровать и довести качество продукции до мирового стандарта. А он имел некоторое такое, как бы, отклонение от нормы. И это лишь малая часть огромного и массивного фронта работ Центра. Здесь наши приморские ученые каждый день решают проблемы, связанные с работой десятков сверхчеловеческой жизни. Перемещение циклонов, тайфунов и других воздушных масс, льды, течения, миграции рыбы. Собирая метаданные со спутников и правильно рассчитав параметры, говорят ученые, можно сэкономить десятки миллионов рублей, к примеру, сократив путь ледокола или атомохода на дни. Однако делиться с экономленным с альтруистами из мира науки никто пока не намерен. Все сидят на грантах, полученных в ходе реальных и применимых на практике исследований и открытий. На подходе – разработки в области слежения за дикой природой. В ближайшем будущем специалисты смогут определять вырубки одиночных, ценных пород деревьев и даже перемещение тигров. Есть проблема. Тигр бегает туда-сюда. Так, как он перемещается? Так вот оказалось, с помощью спутника можно увидеть, как перемещаются тигры, куда они ходят. Если вклад приморских ученых в науку и освоение космических технологий кого-то не впечатлил, стоит упомянуть одно из важнейших достижений, имевшее ни много ни мало мировое значение. В середине 80-х эти же специалисты первыми в мире приняли цифровой сигнал с орбитального спутника. И это до появления интернета и повсеместного распространения домашних компьютеров. Мы, конечно, понимали, что сами мы это не потянем полностью, и поэтому был заключен договор о сотрудничестве с Институтом космических исследований в Москве. И совместными усилиями мы разработали комплекс для приема информации в цифровом виде. То есть не оцифровывать ее аналог, как раньше было, а сразу в цифровом виде. К слову, это событие и стало отправной точкой в создании будущего центра спутникового мониторинга, специалисты которого день и ночь трудятся, чтобы нам с вами жилось легче, комфортнее и безопаснее, да еще и используя преимущество смертельно опасного космоса на свое благо. Пожалуй, этим стоит гордиться. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.